150 бонус баллов, вышла на 3%, уже зарегистрировала своих, а, сестра даже, здорово, вообще здорово, поздравляю, просто от всей души поздравляю, и уже, да, уже зарегистрировала теплый рынок, я видела, что у нее там прям несколько регистраций, там чуть ли не 4, да, регистрации, хотя вот только-только пришла, и такой быстрый старт, главное, не сбавляем обороты, обязательно ходим, 4, да, обязательно ходим на обучение, приглашаем, продолжаем в том же духе, в общем, ура, ура, круто, поздравляю, да, дальше, еще кого поздравляю, еще поздравляю Рогачева Владимира, тоже вот, это уже команда Люды Сукмановой, тоже, да, Люд, вот совсем-совсем недавно пришел, он, что-то туда-сюда, уже организовал личный товарооборот, 150 бонус-баллов, уже вышел на 3%, хотя вот в этом каталоге, да, позавчера, вообще, поздравляю тоже, молодец, супер, просто классно, дальше рекрутируем, очень-очень рекрутировать, и, конечно, растем, 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 растем. Если получилась одна регистрация, значит, будет 100 регистраций, 200 и 300, и столько, сколько вы захотите, если получилось сделать, ну, товарооборот, он у всех получится сделать, чтобы там не было, поздравляем, привет, привет, дальше, по итогам этого каталога, он не каталога, а вот этих двух недель, каталог номер 4, у меня это попечаточка, стартеров, стартеры, это те люди, которые просто зарегистрировались, да, вот, возможно, ну, я тоже там когда-то была стартером, рекрутом, у вас, вы можете зайти в свой личный кабинет и отследить там тоже ваше количество стартеров и рекрутов, это доступно всем с любого уровня, стартеры, это те люди, которые просто присоединились к нам, то есть просто зарегистрировались, таких 266 человек за 2 недели только в нашей команде, и поэтому, если вам говорят, что в Аликлейм уже все, не верьте, это неправда, видите, только в нашем, по нашей команде 266 человек зарегистрировалось, из них 29 на сегодняшний, на вот этот момент, когда слайд сделала, был 27, сейчас 29 рекрутов, рекруты, это те люди, которые оформили уже заказ свой первый, это наши будущие менеджеры, наш будущий актив, наши будущие директора, квалифицированные рекруты, это те новички, которые оформили заказ в течение 21 дня на 100 бонус баллов и проходят по стартовой программе, давайте напишем, кто у нас проходит по стартовой программе, у нас, между прочим, очень много людей проходит по стартовой программе, получают подарочки, и я вообще всех, конечно, прошу, кто проходит по стартовой программе, выставляйте в чате, да, чтобы ваши новички и ваши партнеры тоже видели, что стартовая программа это круто и какие вообще можно получить, ну, подарки, да, от компании, сейчас, ну, я про стартовую программу дальше немножечко расскажу, напишите мне, пожалуйста, дайте обратную связь, кто проходит по стартовой программе, поставьте плюсики, ну, еще что хочу сказать, четвертый шаг уже, здорово, Егор, Ирина, да, молодцы, Надежда, много кто у нас проходит, спасибо огромное всем за вашу работу, конечно же, да, еще целая неделя, если у кого-то что-то не получается, не было там регистрации или еще что-то, ни в коем случае не сдаваться, идти вперед и развивать свою команду, да, стартовая программа это круто, это быстрый рост наш, на что обратить внимание и новичкам, и старичкам нашим, работать с новичками по системе запуска, по нашей, по новой, мы ее немножечко обновляем, сейчас расскажу, да, немножко расскажу, вот кто совсем-совсем новичок, вот вы были, да, в водном чате, почему мы вас добавляем, всех новичков, почему добавляем в водный чат, потому что все-таки в чате новичковом там много информации, да, там и ссылочки кидаем, и видюшки всякие кидаем, и, ну, какие-то мотивашки, да, кидаем, а чтобы новичка совсем не запутать, да, вот он только пришел, вот видео посмотрел, все равно же много информации, да, да еще непонятно много, поэтому мы вот сделали вот этот вводный чат, куда добавляют вас ваши спонсоры, вы смотрите ВВО, и дальше, да, вот вы пригласили новичка, допустим, Егор, допустим, Орежкин пригласил новичка, он посмотрел, новичок все говорит, все, я все посмотрел, Егор его спрашивает, ну, ты сейчас можешь созвониться? Он говорит, да, могу, Егор сам еще у нас только на 3%, когда недавно пришел, он говорит, Настя борщ, Настя, у меня вон новичок, он готов созвониться, давай с ним созвонись, Настя говорит, давай, и все, она с ним созванивается, рассказывает ему все, проходится по трем правилам, да, что нужно, что нужно покупать для себя, что нужно приглашать, что нужно обучаться, это все она рассказывает, ну, в общем, она знает, что говорит, все расскажет, скинет в личку ему информацию про заказ новичку, чтобы он понимал все, видел, все, Егор его дальше сопровождает, Егор дальше его добавляет в новичковый чат и уже по рекрутингу с ним общается, дает ему, после того, как человек понял суть бизнеса, да, Настя с ним обсудила, дала ему информацию новичку про то, что нужно оформлять заказы, про заказ, дала информацию, как оформлять, и рассказала то, что нужно с теплым рынком работать, рассказала про то, что нужно ходить обучаться, что у нас есть обучение, вот эту всю базовую информацию она дала, дальше Егор сопровождает этого новичка и точно так же пошагала, не какой-то кучей информации дает, а дает, ну, точно так же там рекрутинг, возражения, провозражения почитать, и все, идем дальше, да, понятно, если непонятно, вы спрашиваете, ваша задача, как спонсора, устроить созвон, если менеджера нет на связи, а человек готов созвониться, пишите мне, пишите Миша, мы созвонимся с нашим новичком, а вы точно так же с ним все обговорим, все проговорим, а вы дальше будете его запускать пошагово, да, так же, вот как сейчас рассказала, поэтому давайте немножечко переходить на эту систему, дальше, вот это все вписываете, есть у нас один файлик, да, вот один файлик у нас есть, куда вы вписываете своих новичков, потому что всякое бывает, давай пришел новичок, провел там 2-3 регистрации и ушел, да, там передумал работать, еще что-то случилось, да, Сереж, да, сгораю, или еще что-то случилось, чтобы такого не было, чтобы они, все наши новички были видны, там, мне, менеджеру, чтобы мы могли ему помочь, даже несмотря на то, что если спонсор ушел, поэтому пускай это будет под вашим контролем, если вы спонсор, да, если вы уже приглашаете людей. Дальше, на обучение ходим, обучение у нас будет базовое для новичков, в 14.00 уже сейчас проходит, в 14.00 каждый раз новая тема, там, с понедельника по пятницу, поэтому приходите, обязательно приглашайте своих новичков. Менеджеры и ключевые партнеры, конечно, проводим обучение для команды, это развитие вашего бизнеса, если обучение проводит кто-то другой, да, то зарабатывает кто-то другой, если вы проводите свое обучение уже для вашей команды, это уже значит, что ваша команда растет, вы развиваетесь, развивается ваш товарооборот. Участвуем во всех акциях компании, изучаем их, смотрим, очень приятно получать подарки и учимся преподносить всю информацию грамотно, да, хорошо? Если вы совсем-совсем новичок, да, как Владимир, как Сергей, как Оля, Таня, Лариса, что нужно делать? Слушать спонсора. Не придумывать, не выдумывать себе новые методы, способы не нужно, нужно просто слушать спонсора, вот он вам дает пошаговую информацию, вы это делаете. Смотрим обучение и не одно, все спикеры разные, у всех разная там энергетика, все по-разному рассказывают, вы обязательно найдете своего и будете усваивать информацию от него. Может, то, что я расскажу вам непонятно будет, а там Миша расскажет, вам будет все понятно. Не молчать. Вот сколько у вас есть вопросов, обязательно нужно доставать своего спонсора вопросом. Если вопросов много, это вообще круто, значит, вы изучаете. Если вы молчите, спрашиваете, стесняетесь, то это не есть хорошо, поэтому обязательно-обязательно задавайте вопросы. Активировать личный кабинет, классно, блин, классно. Активировать личный кабинет, оформить заказ на любую сумму. Никто вам не говорит, проходите обязательно по стартовой программе или еще что-то. Рекомендуем для быстрого старта. Да, Сереж, Иванов, Сергей, если, Оксана правильно пишет, что если 150 бонус-баллов делает ваша группа, то 3% не сгорает, даже если вы лично не делаете 150. Если 150 бонус-баллов нету ни у вас, да, да, я поняла, если вы ни вы не делаете, ни группа не делает, то 150 бонус-баллов сгорает. Все начинается с нуля у всех. У меня тоже открывается каталог, у меня тоже 0-0-0-0-0, везде по нулям. Все, каждый каталог все заново. Вот, про заказ. Делаем заказ на любую сумму, даже если, рекомендуем проходить по стартовой программе, потому что это быстрый старт, это подарки, это вы узнаете сразу ассортимент компаний, это вы можете на этом еще и заработать. Если там нет возможности, желания, то просто оформляем заказ на любую сумму. Сделать... Да, Сереж, конечно, шутки. Шутки шутками рекрутировать действительно надо, много-много. Сделать регистрационную форму. Вот вы делали анкетку, да, вот заполняли. Вот вам нужно сделать точно такую же для себя. Я все рассказываю, да, конечно, в любом сетевом бизнесе нужно каждый каталог организовывать, личный товарооборот, рекрутировать, да, всех рекрутировать, звать, приглашать. Это первое правило. Второе правило, но я сейчас все это проговорю, немножечко терпения. Не торопиться, обучаться всему, прочитать книжки, бизнес, трафареты, 10 уроков на салфетках, приступить к работе и много-много рекрутировать. Каждый день приглашать, это и будет наша основная работа. Что на уровне директора мы каждый день рекрутируем для того, чтобы расти, что на уровне новичка нужно каждый день рекрутировать для того, чтобы был рост, что хоть бы менеджер нужно каждый день рекрутировать. Ну и, конечно, вот вы пришли, у вас куча сомнений, возражений, там, да, там, то, что нужно покупать или еще что-то. Для начала нужно вообще решить, для чего вы сюда пришли. Если просто так, там, в принципе, бесцельно, ничего не смотрели, только вот возражаете, 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 вы просто сядьте и изучите всю информацию, сколько тут вообще люди денег зарабатывают. Несмотря на то, что тут нужно покупать, там, или еще что-то. Когда у тебя доход в 100 тысяч рублей от компании, я думаю, не будет сложно купить себе, там, на 4, на 5 тысяч, согласна. Когда такого дохода нет, то нужно, конечно, научиться организовать личный товарооборот. Вот лестница компании, кто не смотрел ее. Обязательно ее скачайте, либо попросите у спонсора своего, и посмотрите, сколько вообще тут можно денег заработать. Это не какие-то тут цифры, да, там, нереальные или еще что-то. Это реальный маркетинг-план у компании Арифлейн. Если ты на директоре зарабатываешь, там, 30-50, если ты на старшем директоре зарабатываешь, там, 50 выше, если там золотой директор, это 75 доход и выше. Если ты исполнительный директор, тебе компания выплачивает 500 тысяч в месяц, а то и больше, да, несмотря какая у тебя глубина. Поэтому, вот, прежде чем, да, какие-то выводы делать, вы просто сядьте, рассмотрите, посмотрите, как люди живут, те, которые реально работают в компании Арифлейн. И причем при всем это все, конечно, официально, легально, и никаких там черных кошелечков этого нет. Все смотрели лестницу успеха? Давали спонсор вам лестницу успеха посмотреть? Необходимые товары хотя бы. Да, Саша, вообще, необходимые товары, мы вот с Мишей, допустим, на сегодняшний момент ничего не продаем, да, там, никому ничего не продаем, ни родственникам, никому, я маме себе покупаю, ну, конечно, маме не продаю, просто так все отдаю. То, что мне нужно, то я и беру. Я беру себе шампунь, я беру себе там тужные ресницы, ну, то, что мне нужно, то я беру. Владимир, я знаю, в чьей вы команде, вы мне писали, да, на почту, вам Дима Соболев не звонил? Или Лида, может, вам звонила, или Наташа Потехина. В общем, вы есть в чате вот вашим новичковым? Вы напишите, и вам скинут эту лестницу успеха. Или я скину вам. Вы есть же, да, в чате? И прямо вот сядьте и рассмотрите, сколько вы хотите зарабатывать. Хорошо, посмотрите, потому что это самое первое, чтобы для того, чтобы начать работать в нашем бизнесе, для того, чтобы начать работать, нужно понимать, зачем я вообще все это буду делать. Зачем я буду каждый день приглашать? Зачем я буду выслушивать возражения от чужих людей и от знакомых, и не от знакомых? Егор, на любую сумму, на любую сумму, никто вам не говорит, там, заказывайте на 10 тысяч. Насколько хотите, настолько и заказывайте. Поэтому нужно понимать, для чего все это нужно. Потому что возражения будут, люди будут возражать, люди будут говорить, что это секта, что это обман, что тебя обманут, что тебе вообще никто ничего не заплатит. Это все обязательно будет. Если люди все с удовольствием и с улыбкой шли бы в компанию Reflame, нам бы тут сделать было бы нечего. Но опять же, что люди знают про Reflame? Они знают, что это продажи, они знают, что это каталоги, они не знают, что это крутые мероприятия. Вот я сейчас включала видюшки всякие. Наверное, мало кто знал, что в компании вообще тут... Я лично не знала, что есть такие крутые мероприятия, что есть бесплатные конференции. Я была в Сочи, да, бесплатно. Ну, то, что тут есть пассивный доход. Ну, Сереж, значит, не доработал что-то. Да, если ты сейчас не там. Значит, в любой сетевой компании можно... А, про возражения? В любой сетевой компании можно добиться успеха. Но в любой компании, да и хоть где, хоть в компании, хоть не в компании, чтобы заработать нормальные деньги, нужно работать. Не будет халявы. Не будет такого, что если вы реально хотите зарабатывать 100, 200, 300 тысяч, вы должны понимать, что работать нужно много. Если вы пришли на уровень директора, да, то есть это доходы от 30 тысяч, ну, там, 30-35 тысяч, в принципе, можете, ну, там, немного работы, да, там, 2-3 часа в день за год вы выйдете на директора, и если вам этого достаточно, можете дальше не развиваться. Но если вы амбициозны, если вам мало, там, 20-30 тысяч, то готовьтесь к тому, что работать нужно много. Для того, чтобы много зарабатывать, работать нужно много. 3П, 3О, что это значит? Сам научился пользоваться продуктом, приглашать людей, посещать обучение. Научи партнеров своей команды. Организовать товарооборот, организовать рекрутинг, организовать обучение. Про то, что покупать нужно для себя. Нужно, каждый каталог нужно обязательно для себя покупать. Если мы будем приглашать много-много людей, и никто ничего не будет покупать, ну, скажешь, ну, ладно, я не буду покупать, пускай другие покупают. И все также будут считать, да, что пускай другие покупают, и что у вас в итоге будет? Если вы будете много-много приглашать, и никто ничего не будет покупать. Ну, что будет? Какой-то будет результат? Результата не будет, если так будет. Если мы будем отмалчиваться, если мы не будем говорить про то, что, ладно, не делать заказы, нужно делать заказы. Конечно, это одно из трех основных правил. Без этого никак. Дейплей хочется работать. И потом захочется работать. Когда вчера мы были, мы переехали в новую, да, в квартиру, в свою, в первую, одну, что у нас 31 квадратный метр. Вчера мы были в гостях у друзей, у них дом. И, конечно, ну там дом, там простор, там дети могут бегать. Конечно, блин, я тоже хочу и дом, и квартиру нормальную. Я знаю, что тут можно заработать, а не всю жизнь жить вот в однушке 31 квадратный метр. Я вот на это не согласна, и поэтому я готова работать много. Начинаем рекрутировать. Первое и самое важное – это наш теплый рынок. Конечно, мы идем к нему. Конечно же, в нашем окружении люди тоже хотят путешествовать, люди хотят нормально жить, люди хотят себе нормальные квартиры, да. Поэтому идем к теплому рынку. Если люди раньше боялись сетевого маркетинга, там, компании, прямых продаж, почему? Ну, как вы думаете, почему это было как-то там страшно, ужасно? Да, о боже, это сетевой маркетинг. Почему? Ну, как вы думаете? Ой, Лена, привет. Почему? Ну, как вы считаете? Все равно, да, вот слово сетевой маркетинг, ну, как-то вот отталкивает, да, и вот как-то вот, ну, не мягко вот так вот звучит. Как будто прям фу-фу-фу, какая-то прям, ну, не знаю, гадость этот сетевой маркетинг. Почему вот так вот считается? Не считается, почему? И я так думала, да потому что я думала, что нужно взять вот этот каталог, стоять, да, да, стоять на улице, стоять на промостойках, нужно всем что-то впихивать, нужно что-то всем продавать, впаривать, да, но это постоянно там стресс, еще что-то. Это дома не бываешь, сейчас, сейчас у нас другие возможности, сейчас у нас век интернета, сейчас я сижу дома, я будучи мамой в декрете, вышла там на уровень директора и могла сидеть дома зарабатывать там 20-25 тысяч, да, вот, блин, где еще вот так можно сидеть дома, у меня там Алиса на голове, я ночью тут посижу немножечко, у меня ушел год, чтобы выйти на уровень директора. Поэтому сейчас это, ну, блин, это более чем реально, уже столько людей за короткие сроки наоткрывали вот уровни, но, конечно, нужно относиться соответствующе, да, если вы хотите, ну, реально денег заработать, нужно ответственно относиться ко всему. Поэтому зовем все по рынку, мы не предлагаем тут, мы не зовем впаривать, впихивать продукцию, мы просто предлагаем наш бизнес, наш красивый бизнес. Ни в коем случае мы никого не говорим, не умоляем, пошли там, старайтесь со мной работать, у меня там, пойдем, мне нужно, чтобы кто-нибудь вообще зарегистрировался. Нет, наша задача какая? Рассказать, да, научиться хорошо рассказывать про то, как у нас вообще круто, какие у нас есть возможности, что можно там заработать только сколько ты хочешь, что можешь путешествовать, что можешь работать оттуда, откуда тебе удобно. Вот опять же, про этих же самых Родионов, да, все мы их знаем, это наши лидеры, вышестоящие. Алене 25, Ване 28, Алене 26, ну, не суть, молодые, в общем, до 30 лет. Вот они, ну, они показывают, да, нам наши спонсоры, нам показывают, как вообще можно тут жить, как можно развиваться. Летали вот они недавно, где-нибудь в Таиланде, да, и там жили, не знаю, месяц-полтора, и оттуда работали. Вот ребенок, как бегает, да, там маленький, зарабатывают они 500 тысяч, да, грубо говоря, в месяц в реплей. Поэтому нужно же, нужно понимать, что у нас теперь круто, в общем-то, все. Только слушают, смотрят, мы посмотрим. У меня тоже так было, тоже, ну, ну, что говорить, тоже так было, Лен. Если теплый рынок не идет, да, если вот теплый рынок говорит, мы посмотрим, подумаем, но, опять же, теплый рынок сами не зовем, сами не говорим. Слушай, пошли ко мне в реплейн, там вообще крутяк такой, пошли со мной, сейчас я тебе все расскажу. Конечно, скажут, ну, ты что, какой это реплейн, ну, что ты придумал, там уже, там уже все, да, там уже верхушки только зарабатывают, и вообще нереально-то там нечего делать. Давай, очнись, иди себе, найди нормальную работу. Это у всех так по началу, да, там ничего страшного. Поэтому для начала выводим на спонсора, да, вы спросили у человека, взяли номер телефона, мы позвонили, рассказали, со своих колокольников он мне еще не скажет, и все. Человек согласен, регистрируем вам в команду. Человек не согласен, идем дальше просто, значит, зато человек уже знает, что вы здесь, что к вам можно обратиться и будет за вами наблюдать. Все, там теплый рынок закончился, не с кем работать, все отказали, либо всех уже зарегистрировали, идем на холодный рынок. Подаем объявления, много подаем, много работаем с холодным рынком, каждый день примерно 200 объявлений, где, как, вам все подскажут спонсоры. Развиваем личный бренд, тоже обязательно в соцсетях, прямо с первых дней, с первых, какие-то там умные мысли свои, да, там потихоньку будете выставлять свои доходы, как он растет, ваш доход. Вот, все будете выставлять потихонечку. Про личный бренд есть классные вебинары отдельные, посмотрите обязательно. Рабочие почты для доступ можно создавать на яндекс.ру, тут тоже есть некоторые нюансы, то, что можно вот этот хвостик менять, и там сайт будет считать за разные почты, чтобы много почты не заводить, в общем, на данном этапе, на данном этапе, что нужно знать, что заводим почту на яндекс. Шаблоны объявлений, все даст спонсор, шаблоны объявлений, шаблоны по рекрутингу, все даст вам спонсор. Работаем также на досках по резюме. В общем, рекрутируем, рекрутируем, рекрутируем. Отвечаем на отклики. Давайте напишем, кто, как пришел. У вас собеседование, вам, для вас собеседование проводили голосом или перепиской? Вот новички, ответьте мне, пожалуйста. Вы пришли к собеседованию, как вам проводили? Угу, перепиской. Сережа, кто у вас спонсор? Голосом. Ирина, перепиской. Света, голосом. Голосом, перепиской. Сама позвонила, Ира. Перепиской. Угу, перепиской. Ну, где-то 50 на 50, да? Владимир, голосом. Владимир, вы были, когда я вас поздравляла? Пустили? Перепиской. Поэтому все работает. И переписка. Ну, вот. Ну, завистью вас в авторстве. Поздравляю с тремя процентами. Вы молодец. Так. В общем. Пришла сама собеседование, было по телефону. Вот. В общем, видите, да, что 50 на 50 голосом и перепиской. Работает все, если работать. Но, конечно, если голосом, то побыстрее ваше время и команда. Вот переписка может затянуться и на день, и на два, и на неделю. А голосом быстренько поговорил, и все. Ага, Оль, теперь переписка, потом голосом. Сразу к голосу можете сразу отработать возражения, да, можете и быстро сами научитесь всему. Первая регистрация. Тоже такой очень волнительный момент. Сережа голосом. Такой волнительный и радостный момент, да, что ура, ура, у меня первая регистрация, что же мне с ней делать? Не надо бежать регистрировать, не надо. Нужно подождать. Не подождать, нужно написать спонсору, сказать, пойдем, у меня регистрация, помоги мне с регистрацией. И первую регистрацию проводить только со спонсором. Вам все подробно расскажут, я не буду тут заострить внимание. В общем, со спонсором. Один. Ни-ни. В переписке. Много у нас сережек. Начинаем сопровождать. Как сопровождать наших новичков? Вот сейчас еще раз про это. Вводный чат приглашаем человека, сразу новичковый не добавляем, чтобы человеку не было слишком много информации. Да, ну. Вводный чат, там мы знакомимся, приветствуем. Ссылку на им на вебинар, либо приглашаем на ВВО. Как человеку удобно. После того, как посмотрел, устраиваем созвон с менеджером. Это ваша задача, выцепить менеджера, найти менеджера, либо директора, если менеджера нет, сказать, менеджер готовный созвон, давай, давай, созвонись с ним. Менеджер звонит, все обсуждает, говорит, проговаривает три правила. Ну, они общаются, да, там с новичком с вашим, про все обсуждают. Скидывает в личку информацию про заказ, плюс стартовую программу. На это ответственность на менеджере, чтобы он обязательно дал информацию про заказ. Добавляем новичковый чат. Уже вы добавляете как спонсор, добавляете новичковый чат и дальше даете пошаговую инструкцию. Это книжки наши, да, 10 уроков на сопликах. Это возражения тоже обязательно перед рекрутингом прочитать. И непосредственно сам рекрутинг. То есть составление списка теплых контактов и дальше по холодному рынку. С новичком с нашим каждый день общаемся, выдаем инструкции пошагово, спрашиваем, ну, как-то там, ну, что-то там. Если вы новичок, если вам не пишет спонсор, спонсор тоже человек, тоже всякое бывает, работа, дети, семья. Пишите сами, не стесняйтесь, не ждите, что вам там должны, обязаны помочь там или еще что-то. Сами пишите. Вам же нужно, да, денег заработать, вам нужно бизнес развивать, поэтому не отмалчивайтесь. Пишите сами, будьте смелее. Проводный курс ежедневный для новичков, 14.00. Темы разные. Завтра, например, маркетинг-план. Кто не смотрел маркетинг-план, поставьте плюсики. Вот завтра в 2 часа будет маркетинг-план. Поэтому, вот, обязательно, кто не смотрел, посмотреть. Кто может присутствовать, присутствовать. Кто не может присутствовать, посмотреть записи. Маркетинг-план компании Арифлейн. Это то, как нам деньги платят, за что. По Москве, да. Опять Сергей. Вроде не видел, если только в записи. Да, в записи. Посмотрите в записи. В текстовом варианте маркетинг-плана нет. В текстовом варианте маркетинг-план – это план успеха в компании. Он есть на сайте. План успеха есть на сайте. Где посмотреть записи? Егор. У спонсора спросить, либо прямо в чате спросить, где вы находитесь. Записей вообще очень много. Можете прямо загуглить. Анна Шапира хорошо рассказывает маркетинг-плана. Ну и у всех есть записи. И у меня есть записи у маркетинг-плана. Но лучше, конечно, присутствовать. Когда вы присутствуете, так более понятно, вы и вопросы можете задавать свои в чате. Остановиться можем. Да. Да, Саша. Дальше. Главное, что самое главное, что вы должны понимать, что это не наемный труд. Что все здесь зависит только от вас самих. Нет начальников. Егор, посмотри в записи. Да, да. Нет начальников, нет будильников, нет понедельников, нет кнутов, нет пряников. Нет ничего такого. Нету. Поэтому только внутри вас должна сидеть ваша мотивация. Вот она, допустим, у меня есть. И меня не нужно заставлять проводить обучение для моей команды. Меня не нужно заставлять ходить на вебинар по рекрутингу, либо заставлять вообще рекрутировать. Я знаю, мне это нужно самой. Я хочу зарабатывать, ну, как минимум 300 тысяч, на меньшее не согласна. Поэтому я готова каждый день рекрутировать. Я готова каждый день рассказывать людям про возможности бизнеса. Я готова каждый день общаться со своей командой и рассказывать им, да, отвечать на их вопросы. Я готова. Потому что, ну, потому что я хочу с денег заработать. Если кто-то будет постоянно, да, там, мне что-то там говорить, ну, там, у меня нету там каких-то там лидеров вышестоящих, которые мне там постоянно говорят, Таня, ну, давай, сегодня твоя очередь, давай ты сегодня запишешься на вебинар. Таня, ну, давай, ну, давай, давай. Мне никто это не говорит. Я сама себе все это говорю. У вас будет точно так же. Никто не будет вам говорить. Ну, давай, Егор, сегодня ты рекрутируешь или не рекрутируешь? Ну, ты чего там? Ну, как там у тебя? Ну, что ты там? Обязательно получится, если вы будете делать каждый день, каждый день что-то там делать, но всякое бывает, бывает, что там хандра настала, тем более когда-то новичок, да, вы про это тоже не молчите, вы напишите своему менеджеру, либо спонсору, не надо там в личке, да, там, не надо в чате там писать, там, мой, там, у меня беда, там, беда, беда, и тем более, если у вас новички в чате. Что-то случилось, напишите мне, напишите спонсору своему, у меня вот все ваши моменты, да, которые вот у вас есть, там, я приглашаю людей, они не идут, там, или я приглашаю, они заказы не отправляют, у меня тоже все это было, и проходил каждый, и ваш спонсор тоже это все проходил, поэтому вы напишите, он вам подскажет, поможет, там, подтолкнет к действиям. Для того, чтобы вы начали расти по карьерной лестнице, обязательно нужно посещать обучение, доставать спонсора в полном смысле этого слова, следить за информацией в чатах, применять все инструкции на действиях, что вот это значит? Применять все инструкции на действиях, вот точно так же, допустим, у новичка, я его спрашиваю, ну что, ну что ты там, ну как ты там, рекрутируешь? Да я знаю, что надо рекрутировать, ну я знаю, я знаю, что надо ходить на обучение, я знаю, конечно, Лен, конечно, обязательно, активно, вот ты же сама пишешь Ане, допустим, с вопросами, или мне? Так же и новички должны, если они не пишут, сами, конечно же, пишем, в общем, и вы должны писать, и новички должны писать, все обоюдно, вот, поэтому мало знать, все нужно обязательно применять, все инструкции на действиях и пользоваться продукцией. Дальше, у меня более много чатов, этих, сейчас я быстренько. Устав, что это значит? Уставка, работаем строго по согласному уставу компании, что он у нас гласит? Что если человек был зарегистрирован в компании Арифлейн, или не был, а сейчас зарегистрирован в компании Арифлейн, то ему к нам нельзя. Нельзя, даже если там он просто продает или еще что-то, ему к нам нельзя, 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 его номер все равно заблокирует, и ваш тоже еще под сомнение, да, попадет, поэтому, если человек уже зарегистрирован, ему к нам нельзя. Если у человека есть родственник в компании, да, там, мама, папа, близкие, мама, папа, муж, брат, сестра, первая линия, мама, папа, муж, жена, брат, сестра, если кто-то из них зарегистрирован в компании, то этому человеку нужно идти к ним, к родственникам. Регистрироваться нужно к родственникам. Если родственник зарегистрирован, вам нужно идти к нему, с ним работать. Если по поводу того, тут немножечко бывает, новички путаются, если ваши родственники хотят регистрироваться, их, конечно, нужно регистрировать к себе, потому что компания себя позиционирует как семейный бизнес, да, то есть у вас одна команда, семейный бизнес, вы партнеры, да, и это укрепляет вашу семью, ну, как у нас, допустим, с Мишей. Если бы мы были в разных командах, конечно, мы бы тут ого-го, у нас была бы конкуренция, а не семейный бизнес, поэтому ваша семья должна быть в вашей команде. Понятно тут? Если хотите хороших результатов, то их принесет только система действий, то есть все должно быть по системе, все каждый день. В общем, у вас должен быть план обязательно написан вами, собственноручно, который вы будете выполнять и контролировать себя тоже сами. Так, сейчас я быстренько расскажу вам про акцию. Расскажу по слайдам. Яна Варченко не стала делать, еще одно и то же. Здесь не найдем. Так, здесь нету. Здесь нету. Акции немножечко. Потому что продукт тоже мы должны знать, акции тоже должны знать, чтобы новичков своих тоже мотивировать, чтобы они проходили по стартовой программе. Стартовая программа – это залог нашего роста разместить. Вот если вы новичок, только пришли, только-только пришли, либо пришли в начале каталога. В общем, если делаете заказ суммарно, можно прям кочками, ну как кочками, там, 20 баллов, 20 баллов и еще. В течение 21 дня уложились, разместили заказ на 100 баллов суммарно, это 3,5 тысячи рублей примерно, да. Возможно, себе взяли, возможно, каталог показали, организовали товарооборот, да. И вы проходите по стартовой программе. Вы, во-первых, получаете вот такие вот браслетики от компании «Подарок» в честь юбилея компании «50 лет», и вот такие вот браслетики она выпустила. И участвуйте в стартовой программе, что значит, вот это как раз стартовая программа наша. Присоединяйтесь к «Рифлейн», в течение 21 дня заказывайте на 100 баллов, и вместе со следующим заказом вам приходит первый шаг. Вот он нарисован. Первый шаг – это набор молоко и мед, тут слегчающие средства, крем, мыло и шампунь, наверное, да, девчонки, мальчишки. Я по этой стартовой программе, я тоже в свое время проходила по стартовой программе, но у нас была другая немножечко, да, два года назад, там нужно было тоже 4 каталога подряд сделать, и там тоже получали подарки. Я тоже проходила. Второй шаг уже делается 100 бонус баллов в следующем каталоге, и вам приходит вот такой вот наборчик всего лишь гель, да, Ирина, спасибо, за 199 рублей. Тут уже серия «The One», крема «Оптимал», кубная помада и тушь для ресниц 5 в одном, в общем, легендарные продукты компании «Рифлейн». Третий шаг – это уже серия подороже, да, это «Jordani Gold», вам водичка приходит, кубная помада, тушь и тональник. Сегодня читала отзыв, что всем, кто писал, не помню, что мы вообще очень похвалили тушь, но тушь «Jordani Gold» я тоже люблю и ей пользуюсь. И такая тональная основа у мамы есть, тоже классная. Дальше, ну, про помаду вообще ничего не говорю. Вот эта помада, кто смотрел, заняла первое место у нас, как называется, где? Дайте мне, скажите мне, пожалуйста, где она заняла первое место? У нас по телепередаче-то была. И вот тут наша помада, да, естественный отбор. В общем, там были помады наши, «Моряки», «Кики», «Эйвон», и наша заняла первое место. В общем, классная помада у нас. И четвертый шаг – тут уже витаминки наши «Вэлнесс», да, они одни-единственные, только стоят более, там, 2000 рублей. «Экологен», «Сыворотка» тоже классная, у меня тоже такая есть. Да. Саша, он, говорят, вообще ее везде, ну, Оксана Митрешов, «Оксана, ты была, он ел помаду там у вас или нет?» Что-то я про это упустила. В общем, короче, он всегда, ну, в прошлом году девчонки тоже ездили на завод, он там тоже ел помаду. Он, наверное, всю жизнь, ого, сколько помады съел, ого-го. Ну, это доказательство того, что, в общем, нашу помаду даже есть можно. Блеск, право, вот так вот. И четвертый шаг можно поделить, если вы, да, если вы мужчину, предыдущие подарки своей женщине подарите, а четвертый шаг можете заказать для себя любимого. Вот тут уже «Волнаспек», мужская сила, да, энергия. Что еще? Помада в следующий раз, он, наверное, готовился к мероприятию, Оксан. Вот, пена для бритья, ну, в общем, видите, да, тут какие-то три тюбика, гель, может, средства, в общем, по уходу за вашим лицом. И туалетная водичка и клад. В общем, итого выгода у вас будет 13,5 тысяч рублей, если вы проходите по этой стартовой программе. Классная стартовая программа, в общем, все от нее в восторге. Все говорят, блин, как жалко, что она закончилась. По приглашению «Триумфа успеха», вот скажите, наши мои дорогие спонсоры, те, кто уже приглашает, у кого «Настя Симахина, вот ты тут» или, может, отошла. Вот смотрите, объясняем на Насте Симахиной и Тане Юмаковой. Настя Симахина пригласила в этом каталоге Таню, да. Таня разместила заказ на 150 бонус-баллов. Тане придет стартовая программа, да, у Тани будет браслетики в подарок, и, а у Насти, как у спонсора, тоже будут спонсорские баллы. То есть за Таню она получает 150 бонус-баллов. Потом она еще пригласила, допустим, Настя еще там кого-то пригласила, например, да, допустим, там Света у Настя пригласила, Света сделала еще заказ на 100 бонус-баллов. Итого, сколько у Насти накопилось спонсорских бонус-баллов. Сколько? 150 сделала Таня и 100 Света. Один балл равняется одному спонсорскому баллу. Да, всего 250 баллов. Спонсорских баллов она получает. И, соответственно, что ей дают вот эти баллы спонсорские? Вот у нее 250. Что она может взять? Вот так вот, Оксан. Ты не можешь про это молчать. Мы ждем с тебя вебинар. Да. Она может взять либо набор кистей, либо может взять вот такой сундучок, врандучок, либо может взять за 100 бонус-баллов себе браслетики. Да. Если у Тани в заказе баллы, допустим, Таня сделала заказ на 150 бонус-баллов, и на 150 бонус-баллов, это у нее все wellness, допустим. Так, только тут есть какой-то момент, но я вот его что-то не помню. Люд. По-моему, если подписка, то ничего не учитывается. А если, допустим, она просто взяла wellness, то бонус-баллы удваиваются. Допустим, получилось 300 бонус-баллов в Тани и 100 баллов со света. Соответственно, у нее 400 бонус-баллов, она там еще кого-то пригласила, и всего у нее 500 баллов она себе может взять часы. Это вообще для всех, да, вот, допустим, Лора Абрамова пригласила новичка сегодня, зарегистрировала, новичок в этом каталоге сделал заказ там на 100 бонус-баллов. В следующем каталоге Лора еще кого-то зарегистрировала, и у нее тоже сделал заказ там на 100 бонус-баллов. Вот она длится, 3 каталога, да, получается. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, даже 4. 4 каталога. За 4 каталога вы можете себе столько бонус-баллов накопить и взять все, что вы хотите. Вот, можете часы взять. Да, 4. Можете, вон, тут этот, ручки со стразами свароски, да, вот, которые за 1000 бонус-баллов, самый дорогой подарок, это 3 ручки. Розовая, по-моему, серебристая и золотистая. Вот. Классная программа. Часы. Вот, Егор, теперь осталось тебе найти новичков с хорошими заказами и хороших бизнес-партнеров. Про акцию лояльности в своем ритме. В общем, все заказали себе, все заказали себе косметичку с полотенцем. Я заказала себе. В следующем каталоге мы уже ждем с вами полотенце и косметичка, а в следующем каталоге сумка. Это для наших старичков, кто заказывал, кто делал заказы. Третий, четвертый, пятый каталог по 50 бонус-баллов. Думаю, что скоро тоже будет какая-нибудь классная акция. Дальше. Кто в этом каталоге не прошла косметичка? Она в резерв встала, Настя? Да, ну придет. Либо чем-нибудь заменит компания. Еще. На полторы тысячи бонус-баллов делаете заказ в этом каталоге и получаете шикарное, смягчающее средство в подарок. Бесплатно, да? Еще вот этот тушь тоже. Про нее нельзя, нельзя ее про нее молчать. Она у меня тоже здесь есть. Вообще классная. Ну, наверное, ты скажешь, что я вам тут покажу. Короче, она классная тушь, я ей тоже пользуюсь. А это водичка. Ну, вот скажите, у кого есть такая водичка? Она редко с такой скидкой вообще. Четыре, Ирин, классно. Вот у кого есть такая водичка? Эссенция. Я ее всю эту эссенцию как-то называла. Она как-то эссенция. Есть у кого-нибудь? Просто невероятный запах. Ну, вот честное слово. Вот это мой любимый запах компании Арифлей. Вообще, его реально цена там всегда больше там 2,5 тысячи. И в этом каталоге вот он идет со скидкой. Эта водичка редко стоит вот 1,5 тысячи, 1,599. Редко она так стоит. Обычно она стоит чуть ли не в 2 раза дороже. А, вот тут скидка 50%. В общем, очень шикарный аромат. Пошла трогнуть нюхать? Понюхай вообще. Обалдеешь. Ни у кого нет этой водички. Блин, никто не может со мной мою радость разделить. Просто вообще. Классный. Так, я заболталась. Больше я про акции сегодня говорить не буду. Сейчас немножечко я закончу свои там слайды. У меня несколько осталось. И все. Сейчас. Что нужно вообще, да? Давайте подытожим немножечко. Помним, что для создания директорской структуры, это вообще самый первый наш уровень, да, который мы примемся, это уровень директора. Так вот, для создания директорской структуры вам нужно всего лишь, не очень много, всего лишь 25-30 активных человек, настроенных на бизнес. Как быстро вы их найдете? Зависит только от вас. Будете там раз в неделю работать, да, то, ну о чем мы будем говорить с вами, о каком быстром росте. Если вы будете рвать, метать всех, всех приглашать, то, конечно, мы их найдем быстро. Действовать, долго не думать. Можно долго думать, размышлять над чем-то, а можно просто взять и делать. Для быстрого роста. Теплый рынок звать, не стесняться. Рассказывать про выгоду 150 бонус-баллов, что если вы делаете 150 бонус-баллов, это выгодно. Выгодно для вас, как партнеру, да, если вы будете делать, если ваша команда будет быстро делать, вы будете быстро расти. Про возможности быстрого роста, про путешествия, да, про то, что есть шикарные возможности путешествовать с компанией бесплатно. Вот, например, следующее путешествие. Сейчас тверд квалификация на золотую конференцию. Бесплатно в Мадрид. Компания все делает там вам. Вылетите бесплатно. Вообще ни за что не платите. Ни за проживание, ни за питание. Ну, вообще ни за что. Вот я лично ездила так, летала в Сочи. Сейчас идет квалификация на золотую конференцию. Она в Мадриде, в Испании. Что нужно сделать? Кто знает? Чтобы полететь бесплатно в Мадрид. Кто знает? Что нужно сделать? Кто-нибудь знает, я думаю, что... Знаете, что нужно сделать? Да. Да, Люд. Да, две директорские группы нужно вырастить. К 14-му каталогу открыть звание золотого директора. Да, да, да. Молодцы. Супер. Всего лишь... Понятное дело, что это труд, да? Что нужно постараться. Но вот такие вот путевки, понятное дело, бесплатно. Нигде на дороге не валяются. Да, 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 Владимир, все правильно. Нужно выйти на уровень золотого директора. Это два директора. Вам сейчас найти двух людей активных, да, таких же, как вы, и помочь им стать директорами к 14-му каталогу. Сейчас у нас идет пятый каталог. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Десять каталогов у вас. В принципе, все реально. Но работать надо. Надо делать 150 бонус баллов лично, обучаться, довести начатое до конца. Вот начали, не останавливайтесь. Вот прям до конца. Вот как минимум до бриллианта. Как минимум нужно вырастить шесть директоров, чтобы нормально зарабатывать. Не останавливайтесь, не делайте больших передышек. Вот вышли на 9%, там, ой, я упахался уже, да, я что-то возьму себе передышку. Нет, нельзя, никаких передышек, нужно до конца идти. Ну, немножко, конечно, отдыхая. Вот. Ну и только вам решать, да, сколько вы хотите тут денег заработать. Хотите, это 126 тысяч, да, там, в три недели. Это у Шапира, у Ана, она сапфирова директора. Хотите 55 тысяч зарабатывать, да, в три недели. Это у Юли, не знаю, у какой, не видно тут фамилия. Хотите 228 тысяч в три недели зарабатывать. Вот сколько хотите, столько и можете тут заработать. Хотите там 500, 600, миллион. Можете посмотреть, у нас самое высокое звание в продвижении. Это исполнительные директора Антона и Ирина Долженко. Их тоже посмотрите. Они что-то в последнее время не выкладывают свои заработки в компании. Наверное, просто они слишком большие, чтобы не шокировать, потому что люди все равно, наверное, не верят, что можно столько заработать. А вот золотые исполнительные директора, они не в нашей структуре, Хафизовы. Она проводила в Инстаграм прямой эфир, и она говорила, мы меньше миллионов в месяц не зарабатываем. Поэтому только вам решать, сколько вы тут хотите денег заработать. Читайте, да, вот просто так знанием ниоткуда не взяться, поэтому читайте, развивайтесь, растите головой обязательно. Это важная часть тоже развития в нашем бизнесе. Читайте или слушайте, да, если вам, допустим, нет времени, аудио, книги себе накачали, Шарма, да, там, или Киосаки. Хотите вас послушать, в общем, есть что почитать, послушать, и вдохновляйтесь, да. Вот это надо читать, конечно же, вдохновляйтесь. Ну и мало хотеть, надо действовать, каждый день действовать, каждый день делать какие-то шажочки на пути к успеху. Все у меня на этом. Пробники? Пока, пока. Лен, есть вот эта сумочка с пробниками? У нас 600 рублей, что ли, стоит? Да? Есть у кого-то вопросы, задавайте. Если нет, то да, всем пока. Жду вас на других вебинарах. Приду к вам. В какой-нибудь ночи.